Добрый вечер, добрый день. Канал «Юридическое прачечное». У нас на связи Александр Александрович Шмидт, один из лучших специалистов в области оформления недвижимости. Хотелось узнать, у него возникли проблемы, хотелось узнать у него о такой проблеме о приватизации земельных участков из муниципальной собственности. Привет, Александр. Добрый день. Так, ну я начну? Да, начинай, да. Расскажи просто вообще, какие проблемы с выкупом земельных участков, потому что сейчас люди столкнулись с массовыми проблемами, массовые отказы идут в выкупе данных земельных участков. Какие типовые отказы бывают, ну и, соответственно, как их решать? Ну, в стандартной ситуации собственник, точнее, не собственник, а будущий собственник обращается в администрацию за услугой приватизации земельных участков на основании того, что построил какую-то недвижимость, там частный дом, жилую площадь какую-то, некоммерческую площадь, и просят на этом основании приватизировать земельный участок, который находится в аренде. На основании договора аренды заключен с органами муниципальной власти, так можно сказать. Типовые отказы следующие идут. В услуге будут отказы на основании того, что несоразмерная площадь земельного участка и объекта недвижимости, на котором она располагается, то есть, как правило, должно быть соотношение 10% от площади земли и объекта недвижимости. Ну, следующий отказ – это земельные участки находятся в первом-втором поясе зоносанитарно-охранной источников водоснабжения города Москвы, и еще такой типовой отказ бывает – земли, зарезервированные для нужд муниципальной собственности, там, как правило, трасса какая-то будет проходить. Все эти типовые проблемы следует решать в судебном порядке, привлекая уже экспертов. Эксперт в суде будет эти вопросы рассматривать с своей точки зрения. Например, вопрос о соразмерности площади земельного участка и объекта недвижимости, на котором он располагается, разбивается там, точнее, развенчивается. Следующим образом, есть пленум, который разъясняет этот вопрос о том, что соразмерность земельного участка и объекта недвижимости нужно рассматривать с точки зрения градостроительных норм, землюстроительных норм, санитарных норм, пожарных норм. И эксперт с этой точки зрения будет доказывать, что необходимая площадь земельного участка именно такая, на какой претендует арендатор. Дальше вопрос идет о зонах санитарной охраны и источниках водоснабжения города Москвы. Там ситуация посложнее. Зоны источников водоснабжения города Москвы, они должны быть установлены Роспотребнадзором, но Роспотребнадзор их не устанавливал в силу каких-то обстоятельств. И поэтому, применяя уже свои экспертные методы, эксперт, выезжая на место, определяет, относится земельный участок к первому-второму поясу зоны санитарной охраны или не относится. Это уже вопрос в области эксперта-гидролога, то есть такой специфический вопрос. Дальше. Следует установить, действительно ли земельный участок зарезервирован для нужд муниципальной собственности. Там, в частности, планируется строительство дороги местного значения. Этот вопрос следует решать, изучая землеустроительные правила, требования и, как правило, градостроительный план городского округа. То есть, действительно ли там запланирован на этом земельном участке, на который вы претендуете, какое-то строительство, какой-то собственности. Как правило, это дорога местного значения, либо дорога регионального значения. То есть, это тоже вопрос в области экспертизы стоит. Как бы, вкратце так. То есть, экспертизу уже в суде надо проводить, то есть, до суда не имеет смысла проводить экспертизу? Да. Разница в том, что в суде эксперт дает расписку о том, что он все экспертные заключения делает с учетом, предупреждается об уголовной ответственности. То есть, и суд уже принимает экспертизу во внимании именно ту, которая уже в судебном процессе происходит. Не до суда, а именно в процессе. То есть, основная масса, я так понимаю, людей, все-таки, если кто идет в суд, они выигрывают его? Ну, все зависит от того, какой земельный участок. Не основная масса. Если правильно подготовиться ко всем этим вопросам, предварительно проработать эти вопросы с юристами, с экспертами. И если будет достаточно оснований полагать, что у тебя есть основания приватизировать этот земельный участок, то следует обращаться в суд. То есть, предварительно нужно подготовиться. Ну, то есть, подготовка все равно, то есть, некую экспертизу до суда нужно провести. Какое-то заключение, да. Некое исследование мы получаем до суда, потом смотрим вместе, грубо говоря, эксперт, заявитель, юрист смотрит, изучает эти документы и направляет их уже в суд. А суд рассматривает какой? Это по местонахождению участка или какой-то другой? По местонахождению участка, да, по местонахождению участка. Как правило, данные вопросы, они остро стоят в Истринском городском округе, Красногорском городском округе, в Одинцовском городском округе, потому что огромная часть земельных участков отнесена к зонам санитарной охраны из точек водоснабжения первого и второго пояса. Ну, то есть, здесь понятно, наверное, там Истринское водохранилище, здесь Москва-река протекает, то есть, все они, наверное, питают водопровод города Москвы, и потому большая проблема именно, если участок находится в этой санитарной зоне. То есть, эти пояса, насколько у них протяженность, они большие или нет? То есть, вот насколько там от реки нужно отставать земельному участку, чтобы понимание было, оформить мне его когда-нибудь или нет? Ситуация в следующем. Есть норма, принятая в Советском Союзе в 1980 году. Есть к текстовой части, графическая часть, карта. Сама карта является секретной, и доступ к ней никто не имеет. То есть, саму карту никто не видел. Поэтому эксперт-гидролог, изучая текстовую часть о том, где расположены границы, где они должны проходить, с учетом того, что уже некоторые населенные пункты перестали существовать, либо границы изменились. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Эксперт-гидролог принимает внимание на текстовую часть и непосредственно выезжает на объект экспертным методом. Экспертным путем определяет все это дело. Потому что на данный момент еще надо понимать, что есть также акт, который был издан относительно недавно главным санитарным врачом, где указано о том, как следует определять эти зоны. То есть там во внимание принимаются, например, склоны реки, скорость добегания воды. Все это нужно учитывать. И эксперт-гидролог, выезжая на местность, уже с учетом всех этих мероприятий, уже однозначно говорит, находится земельный участок во втором поясе или первом поясе, либо не находится. Ну и по стоимости, сколько стоит экспертиза такая от гидролога в рамках суда или до суда пригласить, если его на свой земельный участок, чтобы он определился, входит ли он в эти пояса санитарной охраны источников водоснабжения города Москвы? Ну, как правило, по стоимости, если это уже в судебном процессе, где-то в районе 70 тысяч, 50 тысяч, все зависит от площади земельного участка. И, возможно, такая ситуация, когда и выезда как такового не требуется. То есть однозначно можно, используя открытые источники, доказать о том, что земельный участок не расположен в первом и втором поясе зоны санитарной охраны. Все индивидуально, предварительно. Например, такая услуга стоит в районе 10 тысяч. То есть эксперту предоставляем все материалы, он оценивает земельный участок, точнее, с своей точки зрения осматривает его, не выезжая на место, и говорит, что есть шансы, либо нет шансов. Но сама экспертиза, еще раз, как правило, была замечена, должна происходить в судебном процессе. Понятно. То есть по определению суда назначается экспертиза. И там исследуются не только земельные вопросы по площади, но и также обязательно исследуется этот вопрос о том, что входит или не входит в охрану источников водоснабжения. Еще большой вопрос, наверное, будет по земельным участкам, где проходят лэб, газопроводы, линии связи. В этом тоже много проблем, наверное, есть? С точки зрения администрации, администрация также ссылается о том, что если по земельному участку проходит лэб, газопровод, высокого, низкого давления линии связи, то это является основанием для отказа в оказании услуги в приватизации земельного участка. На самом деле закон однозначно говорит, что это не является препятствием к приватизации земельного участка, это, наоборот, обременение на твой земельный участок, который ты должен соблюдать. То есть с учетом всех обременений в виде лэб, газопроводов у тебя будет на земельном участке полезная площадь застройки, на которую ты можешь задеть какие-то строения с учетом земельных правил, которые установлены в твоем районе. Это лишь обременение на твой земельный участок, который ты претендуешь, хочешь приватизировать. Это не является препятствием к приватизации земельного участка. Ну, то есть ограничения определенные, но... Да, которые должен соблюдать. Да, ну, то есть, грубо говоря, проходит лэб, там нельзя под лэб, например, что-нибудь построить, потому что лэб однажды упадет, и твоему участку, и твоему строению, да, то есть уже сгорит оно или еще что-то. По поводу еще, наверное, небольшой вопрос, да, то есть где вот эти землеотводы различные, строительство железной дороги, трассы, дорог местного значения, где всю эту информацию найти можно? То есть если мы в части санитарной охраны источников приглашаем эксперта-гидролога, он предварительно исследует вопрос, каким образом находится в первой, второй поясе зон санитарной охраны, то вот, например, по строительству и реконструкции железных дорог, да, то есть это какие-то определенные землеотводы есть, на которых тоже в собственность нельзя передать. Вот в этой части отказы каким образом обжалуются? Да, совершенно верно. Здесь уже вопрос также можно поставить перед экспертом, но эксперт будет руководствоваться либо открытыми источниками, какими-то схемами, размещенными, как правило, на официальных сайтах администрации, либо они размещены на официальном сайте губернатора Московской области. Но, как правило, эти схемы, они неточные. Там мы все живем, так сказать, у нас вся недвижимость определена в координатах. Координаты, как правило, зона МСК 50, зона 2, зона 1 – это кадастровые координаты, которыми руководствуются кадастровые инженеры, когда объекты недвижимости ставят на кадастр. Вот эксперту нужны как раз такие координаты. Где их получить? В открытых источниках каких координат не получишь? Какой выход из этой ситуации? Если это, к примеру, полоса отвода железной дороги, то, как вариант, можно либо через судебный заброс, либо самому обратиться в российские железные дороги и указать о том, что... Просьба уточнить, претендует ли российские железные дороги на мой земельный участок, будет ли там организована какая-то полоса отвода. Если это автомобильные дороги, федеральный уровень, то можно написать обратиться в Росавтодор, либо с просьбой ответить однозначно затрагивает реконструкцию строительства трассы федерального уровня мой земельный участок, либо не затрагивает. Обычно, возможно, суду будет достаточно ответа из таких компетентных органов о том, что реконструкция и строительство каких-то линейных объектов земельный участок не затрагивает, либо уже в судебном процессе необходимо именно запрашивать проектную документацию. Проектную документацию как раз будут указаны координаты, кадастровые координаты МСК 50 зона 1, зона 2, которыми может руководствоваться либо кадастровый инженер, либо эксперт, специалист, который может эти кадастровые точки нанести на карту. Она общедоступна, на сайте Росреестр есть. И уже однозначно сказать, отвод какой-то полосы, отвод, землеотвод затрагивает земельный участок или он не затрагивает земельный участок. То есть здесь либо два пути, либо запрашивать проектную документацию через определение суда, либо уже писать письма от себя с просьбой уточнить, будет ли затронут мой земельный участок при реконструкции, либо строительстве какого-то объекта. Власть, Коля, надо знать в лицо, и чего тебе надо власть. Вот это все. Понятно. То есть, как я правильно понимаю, государство в свое время в лице муниципальных органов выделяет земельные участки для строительства любой недвижимости. Там жилой дом, торговый центр, склад, котельная. А потом говорит о том, что мы вот вам земельный участок выделили под строительство данного объекта, но земельный участок этот, вы оформить теперь собственность не можете. Потому что, да, и начинают перечислять определенные препятствия к его оформлению. И то есть решать все это. То есть они, когда выдают такой участок, об этом не думают. Да, а потом, когда подходит время оформлять его собственность, они начинают разные палки в колес, так сказать, вставлять. Да. Все обременения, как правило, смотрите, все обременения должны быть указаны в договоре аренды. Когда обращаешься за услугой в администрацию, ты там выиграешь конкурс или еще на каком-то основании, получаешь в аренду земельный участок, у тебя обременения должны быть указаны в договоре аренды. Но, как правило, когда ты обращаешься за услугой в приватизацию этого земельного участка, выясняется, что есть еще какие-то обременения, иные, то есть там администрация запланировала какую-то реконструкцию какой-то автодороги местного значения, там, какого-то регионального значения, федерального уровня, и тебе твой земельный участок уже ограничен в обороте. Все, тебе отказывают на этом основании в приватизации. То есть какие-то первоначальные ограничения все равно можно посмотреть в самом договоре аренды, да, то есть когда арендуешь земельный участок, он стоит на кадастровом учете, и в договоре аренды уже какие-то можно найти определенные ограничения, но с чем точно в суд не пойдешь, и когда стопроцентный отказ. Да. Ну, не стопроцентный отказ, а любое обременение нужно как бы обосновать, администрация должна обосновать, почему на земельном участке наложены какие-то конкретные обременения, потому что зачастую, когда в судебный процесс приходишь, выясняется о том, что на самом деле тех обременений, на которые указывает администрация, их и рядом не было, и мой земельный участок они не затрагивают, либо они такие обременения, которые не препятствуют мне приоритизации земельного участка. Ну, то есть администрация просто отказывает потому, что должна отказать, иначе она просто разбазаривает государственные земли, скорее всего, именно из этого исходят. Ну, у администрации, да, своя логика, и лучше, чтобы было решение, судебное решение, вступивше законную силу, и это является бетонным основанием, которые говорят о том, что земельный участок выбыл из нашей собственности и перешел в частную собственность. Ну, понятно. Ну что, спасибо. Александр, ты оказываешь эти услуги по проверке предварительной для обращения в суд, само обращение в суд, готов готовить ли исковые заявления, представлять интересы в суде? Да, конечно, сейчас несколько интересных дел в суде находятся, практика есть, мной лично изучена судебная практика московского региона, в частности, арбитраж полностью изучен, понятно, на что будет обращать внимание именно арбитраж, также дела рассматриваем в общей юрисдикции, помогаем, есть эксперты, которые занимаются данными вопросами, так что всячески готовы оказать какое-то содействие в данном вопросе. Возможно, даже решение досудебное, то есть, возможно, как-то сформировать комиссию, как правило, этим вопросом занимается архитектура Московской области и как-то их убедить не отказывать приоритетизации земельного участка. Ну, это очень... То есть, административно тоже можно решить и обязательно в суд обращаться? Да, можно, есть такая возможность, но она призрачная. Ну, призрачная, но все равно процедуру такую необходимо пройти, потому что возможно, что и оформится все без привлечения экспертов, без затраты денег и дополнительного времени какого-либо на оформление земельного участка. Ну, тема интересная, да, я думаю, что сейчас в Московской области очень много отказов такого характера. Люди оказываются, скажем так, в луже, да, то есть, получая однажды землю в аренду для того, чтобы на нем построить, например, даже свой дом жилой. Потом им отказывают, говорят, ну, дом-то ваш, да, земля не ваша, да, то есть, потому что у вас здесь и лэб проходит, и газ, и вообще тут планируется строительство какой-нибудь автотрассы прямо по вашему участку. У людей, естественно, это вызывает большой стресс, а когда уже оказывается все в суде, начинается проверка экспертом, да, то есть суд запрашивает тоже документы определенные, администрация их предоставляет, и в реальности всех этих ограничений нет, либо они настолько несущественны, что, ну, естественно, как бы земельный участок можно спокойно было бы оформить без привлечения суда. Да, совершенно верно, да. Ну, понятно. Спасибо Александру. В описании будет ссылка на его контактные данные. С ним можно связаться, он проверит ваш участок как до обращения в суд, как вообще на потенциальную возможность получения данного земельного участка в собственности, и, соответственно, можно уточнить все необходимые нюансы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно в комментариях пишите вопросы. Александр готов на них ответить именно на канале, на этом бесплатно абсолютно, потому я думаю, что это уникальная возможность получить такую консультацию. Пока. Пока. Пока.